Доброго времени суток, уважаемые зрители! Мы продолжаем кооперативное прохождение Payday 2. С вами я, Костя, и Антоха. Всем привет! Мы уже довольно давно не играли в Payday, особенно я, а Антоха... Ну, немножко, да, есть такой грешок, немножко поигрываю на стороне, скажем так. Все-таки интересная, занятная вещица. Да, вещица интересная, занятная. Ну, а немножко понимание Антохи означает... Ну, не надо наговаривать. Набить 89 или какой-то уровень. Ну, погоди. Я же набил этот уровень не за один, не за два дня. За месяц, наверное, как минимум. Ну, да, где-то так. Может быть, не месяц, я точно не помню уже. Но где-то недели три, как минимум. В принципе, да. Это даже не сильно много Антоха играл. Тот, кто задротит там по-полному, тот может, наверное, и за... Ну, неделю. Может, и быстрее набить. Так что, Антоха, тут уже матерый игрок Payday. Не то, что матерый, но... Кстати, Антоха, ты говоришь, что там можно до сотого пять раз добить? Ну, я так понял. То есть... Всего пять уровней. Пятьсот уровней, грубо говоря. Каждый круг это сто уровней. После первого круга там открывается дурная репутация, где ты можешь особые перки себе подключать. Оно дает кучу бонусов. Я так пересмотрел, которые ближние перки. Ну, я не знаю. Это... Это мизер на самом деле. Это те, которые супер перки? Да, да, да. Именно они. Я, кстати, тоже только что заходил туда. Да, тут... Три... Точнее, четыре перка. Какой-то прокаженный палач, изобретатель и наемный убийца. В принципе, это... Влияет на то, допустим, какую-то ветку будешь качать. То есть там... На 10% тебе надо меньше очков тратить на открытие. Так, запись возобновлена. В Антохе там один вопрос возник. Ну, по поводу дурной репутации... Ну, я хочу сказать следующее. Что наверняка мы расскажем уже подробности, когда мы это уже непосредственно к этому перейдем. А так это получается гадание на кофейной гуще. Вот и все. Да, что-то типа того. У Антоха, тем более, довольно скоро там набьется вот и уровень. Ну, не довольно скоро, потому что с каждым увеличен... Чем выше опыт... Тьфу. Чем выше уровень, тем больше опыта требуется для последующего уровня. Ну да. Он там чуть ли не в геометрической прогрессии увеличивается. Да, так что... Это пока... Откладывается дурная репутация. Да, это уже потом как-нибудь обсудим. Ну, по поводу навыков и перков тоже тут оно все. Это же получается... Вот этот первый ряд... Ну, там, можно сказать, нулевой есть ряд, где один перк. Первый ряд одно очко, а потом 5, 10, 20, 30 и 40. На каждый навык надо тратить. Ну, нет. Тут вот указано. Базовый 1, про 3. Базовый 4, про 8. Потому что какая-то странная шкала справа, видишь? 1, 5, 10, 20. Ну, эта шкала показывает, сколько у тебя использовано очков в этой ветке. То есть, если шкала доходит до... в строке, где нужен тебе навык находится, то он открывается, ты можешь его изучать. То есть, если, допустим, у тебя сейчас шкала на троечке стоит, то ты навыки из пятой строчки не можешь никак изучать. Ну, это да. А я имею в виду, вон, правее, там, 5, 10, 20, 30, 40. Так я про это и говорю. Это справа, это количество использованных навыков в этом дереве. То есть, 10 навыков, 20 навыков. И это... А 4, 5, 6 это строчки этих навыков. Кстати, какие у тебя перки? Ну... У меня, в принципе, очень такой усредненный вариант. То есть, даже вот, скажу тебе, общее количество. Манипулятору... Манипулятору у меня 8 задействовано, штурмовик 13, техник 8, призрак 13 и беглес 13 очков. Навык. То есть, очень такой средний. Ну, я видел, у тебя там, по-моему, даже какое-то достижение есть. Что-то я хиллер, дамагер. Да, 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 да. Типа того. Что-то типа того. Кстати, в технике вот этот C4. Но вообще... Нужно. Но я... Вот до 83 уровня играл без C4. Как-то в определенных неудобствах я... Как бы... Не ощутил, скажем так. Единственное, что я заметил, это вот, например, миссия, когда мы играли в Транспорт. Там дверку можно было открыть с помощью четырех C4. То есть, если у нас у обоих оно будет, то мы можем ее сразу открыть. Даже не ставя дрель. Ну... Все-таки это один, как бы, эпизод, где это понадобится. А понимаешь, игра, допустим, очень длительно происходит. И лучше, допустим, взять те же патроны или те же аптечки. Ну да, кстати, вот этот C4, оно же занимает слот типа... Конечно. Оно идет вместо, там, турели, аптечки и боеприпасов. Конечно. Турель? А что за турель? Так, запись возобновлена. Тоха там рассказывал про свои навыки. Так, какие у тебя перки? Ну, в основном я плюс, как бы, этим самым... Беглец. У меня, как бы, основной такой навык. Ну, а можешь просто перечислить. Ну, здесь сейчас, на самом деле, уже долго буду перечислять, потому что у меня здесь, в общем сложности, наверное, 10 перков. А есть что-то из верхних? Нету. А, из второго ряда сверху? Тоже нету. И из третьего тоже нету. Ого. Вот это как раз недостаток как бы среднего этого перса. А, ну, вообще... Если я качал какую-то одну ветку или даже две, то тогда, может быть, я уже и достиг верхних уровней. А так я качаю сразу пять, и поэтому у меня там в трех только я достиг третьей ветки. А в двух второй только. А у тебя перки эти полностью все прокачаны по два раза? Ну, в основном да. А такие самые полезные какие? Из твоих? Ну, что бы я выделил из полезных? Что ж такое нужно? Ну, не знаю. На самом деле оно все такое мизерное, но я даже не знаю, что отметить. Ну, разве что у техника повышает точность оружия с единочным режимом стрельбы на 20% и повышает стабильность всех ваших винтовок на 25%. Также у техника вы прицеливаетесь на 100% быстрее и повышает увеличение прицела на 25%. А вот ты говорил еще про Торелли? Они тоже вместо там, например, сумки с патронами? Конечно. Ну, ты уже видел их в действии? Да. И как? Ну, хорошая вещь. Она на время. Скажем так, если допустим на 10 секунд то есть ты ее поставил она начинает то есть очень толпа большая стоит и поставил 10 секунд она, короче, там стреляет во все стороны всех ложит. Но потом она то ли перегревается и то ли что или просто ее убивают. Потому что я смотрю там целых четыре перка с ней связано. Один точность повышает, другой с патронами связан, можно самому перезаряжать. ну вот я тут из таких полезных которые я собираюсь качать вот например перк с выносливостью он если второй раз прокачать повышает на 50% не только себе и всей команде. Ну, выносливость это бег? Ну, да. это только если замесы какие-то тогда да, там бегает улепетывать от легавых. на самом деле бегать нам постоянно приходится. Ну, и в принципе из первых это толстокожий тоже полезная штука. Полезная. Один паренек брал ее очень хорошие вещи. То есть он рассказывал что очень выручает. Ну, тебя же тоже на два раза прокачано. Сейчас. Это в беглеце в первом ряду правой. Да, кстати, да. Да, 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 хорошая вещь. Что-то я думал, что у меня она не прокачивает. Ну, в принципе по перкам пока все. Тем более у меня и очков нет свободных чтобы что-то тратить. А какой у тебя уровень? Седьмой. Не густо, не густо. И по поводу оружия. У меня тут чуть-чуть динжат есть. Я прошу прощения. Конечно, единственное, что как бы на путь себе по выбору вот этих вот куда потратить свои очки навыка это исходить из того, какой стиль игры у тебя. Ну, вообще... То есть кто-то там во втором эшелоне там где-то сзади постоянно плетется. Для этого нужно какие-то такие, знаешь, поддерживающие навыки. Кто-то как танк действует на передовой. То есть ему тоже соответствующие навыки нужно использовать. То есть все зависит от твоей игры, понимаешь? И ты уже выбираешь, исходя из того, какой тип тебе нужен. там же в принципе все понятливо написано. Опять же повторюсь, как бы особо каких-то бонусов это не дает. Это буквально мизер. Когда идет замес реальный, это не знаю, из 100% это 1% помощи. На самом деле. У меня все. Ну вот наверное первое, что я следующие возьму это второй раз толстокожего прокачаю. А потом уже буду наверное в штурмовике центральную ветку качать. Ну кроме перка устойчивость к оглушению. Что-то мне он вообще как-то не... По идее тут же можно проскочить этот перк. Можно конечно. И может быть хотя нет загнанный зверь это полезная штука. Его я да буду брать. А вот свинцовый ливень я не знаю как-то оно тоже не очень наверное тоже его проскочу. Сомнительный ну бонус очень сомнительный от этого перка. Но по поводу оружия я собрался купить вот этот команда 553 так как у него самая большая скрытность 22. есть еще окон ты учти что это только для этих самых для стелсовых и то на стелсе ты будешь в основном пользоваться пистолетовым с глушаком. Ну да. Это уже там для неожиданных моментов когда уже все спалились. Ну да. Это если стелс срывается то тогда уже это чтобы общая заметность была меньше. Да. Ну а так там где будет полный замес это где я уже купил Eagle Heavy ну или у меня есть мой пулемет РПК Хм Так а из вторичного я не знаю что ничего такого особого как было так наверное останется А ну глушитель я на пекаль тоже купил для стелса но если без стелса то надо его снимать ну и из ближнего будет тоже тут если стелс кстати насчет глушака когда у тебя глушитель и какой-то замес то когда ты стреляешь по врагу он не сразу реагирует на тебя то есть в принципе это элементы реализма то есть он не знает кто по нему стреляет тоже прикольно но хотя у пеколя подавление становится ноль если заглушить ну оно и не нужно понимаешь допустим стоят четверо и ты где-то там выглядываешь и постреливаешь в кабак кому-то они даже не понимают откуда это в них летит свинец ну да это тоже круто а вот у рпк подавление 28 ну и из такого из ближнего то тут в принципе у меня и выбора особого нет ну для стелса нож а нет для стелса я даже не знаю или тоже нож или я с жезлом ходил последний раз я с этим с топором пожарника ну это зачастую круто будет но у меня он еще закрыт 71 уровень надо но там есть какие-то вообще сикач драгона но это тот длс нужен броня тоже есть у меня легкие баллистические для стелса но так как мы с Антохой только что решили что мы хотим замес какой-то да то я тогда беру вот этот игл хэви он у меня уже выбран из вторичного пеколь но наверное без глушителя и жезл так и остается броня тоже остается обычной ну мы готовы начинать неужели а из контрактов надо подумать какой тут ну вот такой чтобы замес сразу был то это наверное этот ну из того что я знаю то это транспорт там вообще никаких вариантов на стелс там сразу замес ну давай его попробуем сейчас я гляну но еще замес очень долгие спасение хокстерна ну да это жизнь была хотя я смотрю тут еще какой-то есть крушитель ну это в торговом центре ты просто магазины крушишь там что-то там по мелочи бомбишь надо сейчас найти этот транспорт поезд о зашибись транспорт поезд ты открываешь контракт новый или кому-то поцельнее бомба новая но я просто в крайне зашел так и тебе могут заходить кто угодно да сейчас я все-таки что не говори а с людьми интереснее играть чем с ботами с одной стороны да но с другой помнишь как мы этот банк какой-то с людьми мы его так и не взяли ну так когда мы играли мы были полные нубы ну с одной стороны ну уже не не совсем полные нубы все-таки как-то не знаю неправильно там действовала команда почему-то нам так и не удалось тогда пройти этот банк ну так случилось что все четверо были нубами вроде бы серьезно так отстреливали противника но это не помогло но ведь главная цель не отстрелять противника а побыстрее набрать добычу и слинять ну да транспорт перекресток с одним черепом есть думаешь один череп осилим или нет конечно осилим а 10 секунд большая защитная компания на северном острове тип игры ставят для всех или только для друзей для всех для всех давай попробуем для всех кто-то станет невольным участником нашей видеозаписи создал так смотрим вижу интересно я кстати не пробовал раньше с одним черепом но Антоха уже там с четырьмя пробовал что ли да у тебя маска височек да у тебя броник уже какой-то матерый ну это предпоследний последний то нам нужно уже качать особый навык для его ношения так что там про четыре черепа ты играл на четырех черепах играл скажем так очень сложно очень очень сложно если с тобой нету трех напальников у которых двое как минимум уже второй или третий круг имеют навыков то это просто невозможно играть а какие там вообще особенности сильно до хрена врагов или какие-то матерые враги матерые враги а допустим один два черепа в чем тут отличие от ну в принципе это все зависит от тем людям которые к тебе приезжают то есть допустим на первом уровне сложности приезжает там обычный сват какой-то спецназ милицейский там на втором уровне сложности уже там какой-то армейский спецназ приезжает то есть ну и с каждым повышением уровня сложности приезжает более матерые враги вот и все в принципе различие чуть больше там вооружены лучше реакция лучше бронь у них выше то есть ну вот собственно в этом и различие ну и конечно же в количестве так скажем мини боссов таких как тот же электрошокер крокер эти самые бульдозер всякая нечисть это кстати электрошокера я еще не видел хм познакомишься с ним я помню только со щитами типов ха со щит типы со щитами покажутся тебе детьми по сравнению с бульдозером или крылокером я смотрю к нам похоже никто не собирается подключаться ну ничего страшного так что начинаем так начинаем так после у нас есть вы как на вот вот и все так он